Итак, 48 часов прошло. А это значит, пришло самое время узнать результаты исследования. Напомню, два дня назад учащиеся 30-й школы стали участниками необычного эксперимента. Второклашки поместили ладони в три чашки Петри. В первой – немытые руки, во второй – только с водой, и уже в третий – отпечаток с применением мыла. На чашках Петри, которые мы делали посев немытых рук, массивный рост микроорганизмов. Вот такой вот ужас, можно сказать. Чашка полностью заросла микроорганизмами. То есть это говорит о том, конечно, что руки грязные. Следующий, вот у нас посев, с водой вымыли руки. Конечно, бактерий меньше, но все равно вода не удаляет бактерии так, как нужно. Максим Голосевич – один из участников эксперимента. Мальчик признается, со вторника и до этого момента его все не покидала мысль, какими будут результаты анализа. Похоже, школьник и представить не мог, к чему могут привести на первый взгляд просто невымытые руки. Максим, ну расскажи, как впечатление от эксперимента? Ну я реально в шоке, я даже не ожидал. Я всегда думал, ну сколько там микробов будет, как там будет все. Если на первом варианте отчетливо видны колонии бактерий, то уже на третьем можно рассмотреть их точечно. Стоит отметить, что впечатления от выросших бактерий, которые еще позавчера малыши видели только через микроскоп, получили все без исключения. Много столько микробов, когда не помытые руки. Ждала, что будет так много микробов или думала по-другому, как это будет? Расскажи. Я думала, что поменьше будут намного. Буду часто мыть руки после игры с игрушками, после улицы, после школы, перед едой. Задача, которую мы ставили перед собой, это еще раз напомнить детям и взрослым о том, как важно мыть руки и какое значение на здоровье человека имеет гигиена. Чтобы наверняка усвоить, что гигиеной не стоит пренебрегать, детишки еще раз продемонстрировали, как и сколько правильно мыть руки. И уже напоследок новое наставление. Что делать, если, например, захотелось чихнуть? Ведь вирусы таким путем распространяются очень быстро. Ащи! Вот так разлетаются вирусы. На этом специалисты санстанции эксперименты не заканчивают в их списке другие школы и детские сады. Но все те же элементарные правила гигиены.